Виктори Дистрибьюшн представляет Персональная серия спортивного питания премиум класса От легенды бодибилдинга Кевина Леврона Зак Эфран, актер и продюсер, родом из Калифорнии и в свои 28, успел сняться в более чем 30 фильмах. Публика любит его за роли в мюзиклах, мелодрамах, комедиях и прочих проектах И да, на западе Эфран весьма популярен. Его имя стабильно в топе поисковых запросов, а на инстаграм профиль актера подписаны 20 миллионов человек. Но в рамках создания цикла тренировки актеров нас интересует скорее физическая форма Зака, на создание которой он потратил немало времени. И как раз трансформация Эфрана, вероятно, будет близка многим худощавым молодым парням. За годы тренировок он не стал в разы больше, как некоторые звезды Голливуда, но прибавил в объемах и добился впечатляющего рельефа. О том, с чего начинал Зак Эфран и почему не потерялся на фоне самого Дуэйна Джонсона, сегодня на Джо Би Ченнел. Эфран – классический эктоморф. Это особенно заметно по его первым ролям. Парень изначально был худощавым, жира в его теле было немного, правда, и мышц тоже. Не секрет, что с таким типом телосложения набирать массу вдвойне сложнее. Но тем ближе история Зака условному зрителю, которого природа обделила генетикой в плане набора мышц. Смотрите сами. Разница в форме Эфрана в 2006 и 2009 годах не так и велика. Мышцы стали ненамного больше, но в фильме «Паписно-18» выглядят уже жестче и куда рельефнее. Мы все в такой отличной форме. О боже. В свое время мои тренировки были элементарными. 200 отжиманий, 200 подтягиваний. Все, готово. Поначалу такого подхода хватало с головой. Упражнения собственным весом делали тело достаточно потянутым, чтобы впечатлять тысячи юных фанаток, да и сами роли не требовали от Зака большего. Но вот к фильму «Счастливчик» 2012 года пришлось набирать. Причем почти 10 кило. И если для того же Кристиана Бейла с его безумными трансформациями подобный скачок в весе сущий пустяк, то для эктоморфа Эфрана такой набор стал настоящим вызовом. Для роли в фильме «Счастливчик» вы набрали 9 килограммов. Как вам это удалось? Ну, что касается тренировок, я пропадал в зале каждый день. Это был длительный и утомительный процесс. Но главное – это количество съеденной пищи. Я потреблял калории словно тоннами. Только представьте, 6000 калорий в день. На самом деле это очень много, и мне приходилось есть чуть ли не каждые 2 часа. По сути, если я не играл на камеру, то точно что-то жевал. Я тренировался к роли солдата в фильме «Счастливчик» с четкой целью – «Прибавить в объемах». Работал в базовых движениях, старался брать веса побольше, но давали знать о себе травмы. И со временем постепенно я перешел к плеометрическим движениям, непривычным для многих вариантам работы с собственным весом. И, по сути, у меня растяжка мышц занимает столько же времени, что и сама тренировка. Ну и делаю много кардио. Без него не добиться нужных кондиций. Похоже, Эфрон действительно нашел подходящий для себя мета тренировок. В последние годы его форма значительно улучшилась, и уже в 2014 году в фильме «Соседи на тропе войны» он щеголял в кадре отличными бицепсами, грудью и прессом, за что и получил премии MTV, в том числе в номинации «Лучшее исполнение роли без рубашки». Спустя два года в фильме «Дедушка лёгкого поведения» он был также хорош, «Лучший подарок, который внук может сделать дедушке, это горяченькая студентка, с которой он хочет заняться незащищенным сексом перед тем, как умрет». «Знаешь, большинство дедушек хотят и риску, или носки». Но очередной всплеск внимания СМИ вызвали кадры со съемочной площадки фильма «Спасатели Малибу». Вау, Зак, похоже, дело принимает серьезный оборот. Вы только посмотрите, в какой форме этот парень. Именно Дуэйн мотивировал меня к тренировкам. Я подписался на его инстаграм и понял, что он просто зверь. В плане мотивации все понятно. Когда твоим партнером по фильму становится сам Скала Джонсон, пахать будешь за двоих. Но как раз эту подготовку актера мы разберем особенно тщательно. Итак, тренировки к фильму «Спасатели Малибу» Зак начинал при весе 70 кило, а в кадре весил уже около 75-77 килограммов при росте 173 сантиметра. То есть, по сути, за год подготовки он прибавил около 5 килограммов сухой мышечной массы. В общем, вполне реальный результат при должной дисциплине. За счет чего он этого добился? Свое мнение в рамках собственного популярного влога озвучил профессиональный тренер и физиотерапевт Джефф Кавальер. По его словам, важный момент – Зак не устраивал себе массонаборный период, по завершении которого ему пришлось бы избавляться от лишнего жира, пытаясь сохранить набранные мышцы. И пусть для профессиональных бодибилдеров подобная цикличность – обычная практика, Эфрон все же не ставил себе за цель добиться экстремальной массы. Его интересовал фиксированный прогресс в несколько килограммов сухих мышц, и Зак шел к нему, не заплывая лишним жиром в процессе тренинга. Во-вторых, Зак вновь обратился к активным тренировкам железом и при этом использовал нестандартный сплит – день жимовых, затем день тяговых движений и, наконец, день ног. Иными словами, на одной тренировке он прорабатывал спину и бицепсы, на второй – грудь, плечи и трицепсы, и на третьей – ноги. И у этого варианта на самом деле немало плюсов. С одной стороны, в ходе каждой тренировки мы используем разные движения, нагружая организм в целом. С другой – мы избегаем ситуации, когда, скажем, за днем спины, где во многих движениях активно работает бицепс, идет день рук. Таким образом, организм получает возможность и для разнообразной нагрузки, и для полноценного восстановления, что для натуральных атлетов более чем критично. И, наконец, еще один элемент программы актера. Он тренировал мышцы пресса буквально каждый день. Хотя, подождите, я же только что упоминал, что мускулам нужно достаточно времени для восстановления. Но стоит учитывать, что мышцы пресса работают, по сути, весь день, поддерживая наш корпус прямых. То есть нагрузка на них даже больше, чем на те же икры и предплечья. И хотя существует мнение, что пресс можно не тренировать в принципе или не чаще, чем другие мышцы, Эфрон прорабатывал его каждый день буквально по 15 минут, нагружал в различных движениях, и в итоге получил достойный спасателям Алибу комплект рельефных кубиков. И да, в своей программе он не ограничивался стандартными движениями железа. Хочешь выглядеть как атлет? Будь атлетом! Работай как атлет! Тренировка на свежем воздухе, на том же пляже, подъемы на канате, проходка на руках по уличной лесенке, нестандартные движения на турнике взамен обычным подтягиваниям, тот же спринт, тем более по песку, что вдвойне сложнее. Все это сделало тело Зака подвижным, функциональным, ну и, конечно, красивым. По словам тренера Зака Патрика Мерфи, спустя 12 недель особенно упорных тренировок, во время съемок у актера осталось только 5% подкожного жира. С одной стороны, показатель вызывает сомнения, ведь такой степени сухости мышц добиваются разве что топовые культуристы с помощью арсенала эффективных препаратов. Но в то же время, судя по этим снимкам, если у Эфрана и было больше жира, то ненамного, и он действительно подошел к роли в отменных кондициях. С таким-то комплектом сухих мышц, что утопающих спасать, что девушек покорять, одно удовольствие. Я постарался превратить тренировки в не просто способ добиться нужной формы для определенной роли, а действительно в стиль жизни. С каждым годом я узнаю больше о себе и своем организме и стараюсь становиться лучше. Пожалуй, главные принципы, которые я определил для себя в плане диеты, это отказ от обработанных продуктов и переход на максимально натуральную еду. Как можно меньше химии, добавок и больше внимания тому, как были выращены те или иные продукты. Это не следование условной моде. Просто хочу есть качественную пищу, чтобы такой тщательно подобранный рацион вошел для меня в привычку. Кстати, о питании. Рацион Зака состоял из классического набора продуктов. Мясо курицы и индейки, говядина, иногда свинина, разнообразие в этом плане тоже важно, рыба и яичные белки. Источником углеводов стали гарниры из овсянки, коричневого риса, а также киноа. Жиры актер получал из орехов, авокадо и семечек, а клетчатку из яблок, персиков, ягод и овощей. Плюс Эфрон выпивал минимум 3 литра воды в день и с добавок использовал только протеин изолятор. В этом плане ничего нового. Почти все знают, что именно эти продукты стоит потреблять для создания отличной формы. Ну а все прочее – это вопрос ваших финансов, дисциплины, ну и, конечно, желания. Но это еще не все. Чего стоит этот пост актера в Твиттере? Зак пишет, что 9 дней подряд провел в принципе без углеводов и сладкого. Только органические овощи и источники белка. Другое дело, что после, для того, чтобы обмануть организм и заставить его продолжать жигать жир, Эфрона ждал впечатляющий чит-дей. То есть запланированный день, когда диета сознательно нарушается, тело насыщается углеводами и продолжает избавляться от жировой прослойки, а сам атлет получает необходимую для себя психологическую разгрузку. В данном случае Зак насладился стейком, картофелем, тремя десертами, а также хлебом с маслом, сыром и кровью. Итак, рацион был распланирован от и до, и в результате в кадре Зак будет в такой впечатляющей форме. В одно время стал популярным слух, что я, мол, на стероидах. Но, слушайте, я ведь не настолько большой, чтобы подумать подобное. Вы ведь накачиваете мышцы перед съемками, да? Ну, на самом деле все так делают. Не у всех просто хватает смелости признаться в этом. Скала вот тоже так делает на съемках, мы, кстати, вместе всегда разогревались. Просто как следует разгоняем кровь по мышце. Сам Арнольд так делал, он называл это пампом. И знаете, судя по фото, даже несмотря на разницу в габаритах, Зак, опять же за счет рельефа, не потерялся на фоне Дуэйна. К слову, актеры не зря так ответственно отнеслись к своей форме. Фильм продолжает тематику некогда весьма популярного сериала «Спасатели Малибу», который растянулся аж на 11 сезонов и сделал секс-символами своего времени Дэвида Хассельхоффа, Памелу Андерсон, Кармен Электро и других актеров. Так что у проекта своя фитнес-история и оплошать никак нельзя. Впрочем, у нынешнего состава уже все схвачено. Зак просто в восторге от этой роли. Уж поверьте, я знаю его много лет, и он с головой в этом проекте. А план у нас следующий. Он будет в замедленной съемке бежать по берегу, а я просто буду идти рядом. Ну и подергивать грудью. Ну и напоследок, конечно, напомню дату выхода «Спасателей Малибу» на большие экраны. Мировая премьера состоится 10 мая 2017 года, а в России фильм выйдет в прокат на день позже. Съемочный этап уже завершен, так что ждем трейлер, ну и, разумеется, саму премьеру. Итак, друзья, это был обзор тренировок и рациона Зака Эфрона. И, как по мне, это одна из самых доступных для зрителей трансформаций. С одной стороны, в тренажерных залах немало эктоморфов, которые с трудом набирают каждый килограмм веса, с другой – текущая форма актера – то, что нужно для жизни большинству из нас. Ну, разве что подобный процент жира держать стабильно и крайне сложно, и вредно для организма. А так – объемы, рельеф, атлетичность – все при Заке. На этом все. Напомню, этот выпуск стал уже 27-мым из цикла «Тренировки актера». Следующий эпизод – о трансформациях Брэда Питта и Эрика Бана к фильму «Трое». Ну и, конечно, о дуэли их героев. Ахиллеса и Гектора. Будет интересно. А этот выпуск для вас, как всегда, подготовил Андрей Луценко. Понравилось видео? С вас лайк и подписка. До встречи! Виктори Дистрибьюшн представляет Персональная серия спортивного питания премиум-класса От легенды бодибилдинга Кевина Леврона Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова